МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он вручил черный пояс мастеру акидов Фаризу Абдулаеву, который стал обладателем пятого дана в этом виде спорта. И сегодня у нас в студии находится сам мастер акидов Игорь Петрович. Здравствуйте, Игорь. Добро пожаловать в студию. Спасибо. Добрый день. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, что пришли. Такой первый вопрос, господин Петрович. Как в целом оценить развитие реального акидова в Азербайджане? Я могу сказать, что я очень горжусь с развитием реального акидова в Азербайджане. Мы начали очень давно, через, я думаю, больше от 10 лет, развивать реального акидова здесь в Азербайджане. И наш представитель и мастер, Фариз Абдулаев, он очень сильно старался, чтобы расширял реальное акидов здесь. На сегодняшний день у нас здесь есть около 10 клубов, которые работают очень активно в свою работу. И с богетта на нашем семинаре, который был через два дня назад, было около 250 учеников. И это была очень красивая картинка. Пришли мальчики от 4 лет, пришли подростки, взрослые и старших мастеров. Я был на этом мероприятии, там все возрастные категории были. И детям интересно было. Расскажите, пожалуйста, насколько все-таки полезны такие семинары подобные именно для подрастающего поколения, если бы этого внимания. Да, да. Давайте скажем, у нас на сегодняшний день есть 4 вида работной подготовки, программы. Одна из них есть за детей, где детей просто учатся, как надо двигаться, как надо общаться с своим приятелем, как надо общаться с тренером. И сами приемы, которые не очень опасны, но они дают совсем мотивацию и интересность самой техники для этого возраста. По вопросу подростки, это очень интересная тоже программа. Техника немножко отличается, потому что серьезность есть. У них есть 12, 15, 16 лет. Са какие ситуации бывают на улице, поэтому техника немножко серьезнее. И есть программа за взрослых учеников и программа для мастеров. То есть за каждый возраст есть программа. То, что есть очень интересное, есть то, что за каждого мы просто учимся, чтобы каждый был спортсмен и чтобы у них был здравый образ жизни. Ну вот расскажите, пожалуйста, в чем все-таки разница реального акидо от классического? Потому что классическое это в Японии получило направление? Да, да, да. Да, сам основатель стила, Львовмир Врачариевич, у которого я был первым асистентом последних 16 лет до смерти у него, он просто, у него была одна проблема, он, как молодой парень тогда, работал на одном месту, где просто пришли хулигани и сделали на нему удар с ножом. И он себе сказали, что от этого момента он хотел заниматься техником сама Абароне. Он очень сильно занимался спортом до этого момента. Он был волейболист. Но просто због этого ситуации он пошел в Японию, чтобы изучать технику санба Абароне у самих лучших мастеров Мире. Тогда это был основатель айкидо, стила традиционного айкидо, Мориhei Уйошиба. И он тоже занимался у Йошинкан институту у Госдушиоде, который тоже был први асистент от Уйошиба. И он тогда просто увидел, что для наше, для наше, для наше менталитет просто надо немношко работать побольше на практике, чем на медитации и само культуре этого земли, потому что мы комплектно отличаемся по менталитету. И технику он просто изучал, поменял на основу своего опыта из других тоже видов спорта, то есть джиу-джитсе, дзудо и так, и создал стил реального айкидо, который на сегодняшний день очень-очень интересный вид самообороны. И я могу сказать, что просто на сегодняшний день у нашей федерации, Интернационная реальная айкидо федерация объединяет, то есть больше от 60 клубов во всем мире. Но все-таки японцы, они любят смешивать единоборство с какими-то такими духовными направлениями. У вас это скорее отсутствие духовности? Вы очень правильно сказали. Значит, просто, да, у них есть такая традиция, просто айкидо у них есть и по менталитету традиция духовности, и есть тоже немножко, то есть есть тоже и техника самообороны. Но за наш менталитет, за нашу землю, мастер Любомир и мы работали всегда на очень четкости каждого приема и работе самой скорости, вносивости, реакции, грубо говоря, реакции. Айкидо это все-таки один из самых травмоопасных видов спорта, и, насколько я знаю, соревнования не проводятся. Тут, скорее, индивидуально каждый показывает свои качества. Абсолютно, абсолютно. Техники, которые могут быть запрещены другим видом спорта, то есть очень сильные нападцы, приемы, которые не видны много раз. Вы знаете, я сам борец, я тоже занимаюсь свободной борьбой, это моя любовь, но моя жизнь и то, что просто за жизнь есть очень хорошо, это стиль самообороны, реально айкидо. И много раз, когда мы сделаем так, просто судьями может быть непонятно в соревновании, где есть контроль. И, конечно, мы раньше, то есть сам мастер Любомир, на желание общего мира, спровел одно как соревнование между учениками, и там было очень много травмов, на пальцах особенно, то есть переломов. Поэтому мы комплектно отказались от этого и только остались в системе самообороны. И на сегодняшний день, я могу сказать, что просто таким видом нашей работы травма фактически нет, на 100% нет. Тут, скорее, как в карате, получается, есть катак, комитет, где травму не наносят, да, в катак, где индивидуально? Да, да. И оцениваются так выступления? Да, да, потому что у нас есть, наша специфика, есть наше движение. Мы можем двигаться и у сторону под углом, под углом 45 градуса, 90 градуса, то же 360 градуса. Значит, мы делаем все примерно от ситуации и каждый прием мы можем использовать на очень много углов. Поэтому, да, мы делаем так эти наши приемы и это очень интересно за работу, если вы желаете, чтобы были ахраник. Потому что охранник должен работать от 360 градуса и он сразу сможет сделать реакцию на многих сторонах и да использует очень хорошую технику. Тут все-таки, наверное, еще идет такой упор на отсутствие эмоциональности, нужно именно на физику и отсутствие эмоции. Да, вам скажем. Не подаваться. Да, мы просто занимаемся как у каждом виду спорта, то есть, значит, мы очень много даем на очень психофизическую подготовку, без медитации, без таких видов эмоций. Знаете просто почему? Потому что улица, она не знает эмоции, не знает филозофию, улица очень опасна и сурова места для жизни. Все, что происходит, как негативный эффект улицы, хулиганов, все творится очень быстро. И если у вас нет подготовки за реакцию, за технику, за прием, тогда бывает для вас опасно, потому что может быть, что вы живете в смыслу филозофии, а филозофия, филозофия... А реакция нужна? Да, реакция нужна, да. И прием, и прием, да, конечно. И самое главное, чтобы не травмализировали противника. Нет, у нас есть 100% контроль без травмы, и это просто очень-очень хорошо для каждого. То есть нейтрализовать противника так, чтобы его тоже не покарились? Да, 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 абсолютно так, абсолютно так. То есть это болевые точки знать? Да, да, давайте скажем, значит, то, что я и сказал, что у нас есть программы, значит, каждая программа носит такой вид обязанности, и чтобы просто ученик и мастер знали, сколько это может быть опасно, если бы вы, например, сделали сильный удар в какую-то точку, например, шию или нос тоже так, значит, может быть, техника очень опасна, но мы так не занимаемся в зале, мы это все умеем, конечно, использовать, если это так надо, но мы это все сможем и без этого, если нам надо. Ага. Вы, господин Петрович, являетесь обладателем седьмого дана, и, как я в начале передачи отметил, вы вручили «Черный пояс», пятый дан Фаризу Абдулаеву, это вице-президент Международной Федерации и президент нашей Федерации реального айкидоу. Расскажите, пожалуйста, как все-таки достигается подобный данный, какие критерии им должны соответствоваться? Давайте скажем, люди, которые работают свою работу реальному айкидоу профессионально, значит, Фариз тоже занимается больше 20 лет, я занимаюсь 27 лет, значит, есть учебные звания в смысле поясов, то есть, от белого пояса до накрышного пояса, это как учебный вариант, но от крышного пояса до черного пояса надо просто, что би, то есть, нужно, чтобы просто прошло больше от 2 до 3 года минимум, между этими, что би кандидат стал и сделало экзамен на черный пояс први дан. За второй дан не мношка продолжает, значит, надо, что би просто прошло 3 до 4 года от экзамена на черный пояс први дан, что би просто кандидат и мастер би у хорошем опуту, у возрасту, что би он просто был силен как мастер. Значит, надо просто очень много работать и то, что есть очень интересное реальному айкидо, что каждый мастер может на основу своего опыта использовать свою индивидуальность, и мы это тоже смотрим на это, это очень интересно. Но подобный экзамен можно и не сдать, остаться на такой, как в институте говорили, перездачу через год. Да, давай, скажем, мы стараемся так, чтобы просто наши самими главные тренери и представители в каждом городе, в каждой стране мира, просто посмотрели и оценили своих учеников, если они готовы за экзамены или еще нет. Если они нет, тогда они не будут выступать на экзамену, а если они готовы, тогда они будут просто показать то, что они работали, И это для них бывает как праздник, потому что если он готов, конечно, он будет и получить черный пояс. То есть каждый пояс, за который он готовился. Господин Петрович, Вы были заместителем такой легенды, основателя реального кидо в мире, Любомира Врачаровича. Именно каким опытом он сумел поделиться с Вами, что Вы сейчас, например, хотели передать, передаете, точнее говоря, подрастающим. Спасибо Вам за этот вопрос. Просто для меня это был большой опыт, большая часть, большая часть, потому что я учился технику от самого основателя. И я много раз это говорил, что я, могу сказать, что я не скромно богатый человек, потому что жил в это время, когда был мастер Любомир Врачарович, который все что он изучал и учился, я учился от него и изучал вместе эту технику. Очень хороший опыт. И поверите мне, я как спортсмен, который занимался очень многим видом свободной борьбы, спорта и так далее. Единоборство, именно? Да, единоборство. Я могу сказать, что реально Айкидо, такая система, очень, очень хорошая, где все комплектно есть. И спасибо Любомиру, что он создал такий стиль и он был уникальным человеком. Можно сказать, что Вы все-таки самый активный его ученик были, потому что Вы именно продолжили его дело. Да, спасибо Вам большое. Я просто начал, когда у меня было 8 лет, от этого момента, когда я видел своего мастера, я от этого момента точно знал, что я на 100% буду заниматься этим целой своей жизни. И так и есть. Я остался, чтобы был самым лучшим учеником. И просто я подошел на уровень, где он меня просто взял как своего ассистента. Я ассистировал ему 16 лет. А в моей карьере на сегодняшний день есть больше от 300 семинаров во всем мире. И просто это жизнь наша. Это наша жизнь, да. Господин Петрович, такой вопрос в завершении. Ведь Любомир Врачарович, он был обладателем 10-го дана. Насколько я знаю, Вы обладаете 7-го дана. Какие Вы цели ставите перед собой? Где-то достичь именно того, чего достиг он? Давай скажем, на сегодняшний день, потому что есть только такая система, значит, черный пояс 10-й дана только получается для мастеров, которые создали стил. Реально Айкедо это стил, один от разных стилов Айкедо. Это стил. И я смогу максимум использоваться до черного пояса 9-й дана. И Вы знаете, я очень мало долю, у меня 38 лет, а я занимаюсь 27 лет, но у меня есть черный пояс 7-й дана, потому что я очень активно занимаюсь каждый день, утром и вечером. То есть я предоставлюсь в 5-е утра, у меня есть и зарядка, вечером мои тренировки, мои клубы. Когда есть суббота, воскресенье, я гуляю во всем мире. И у меня есть такие цели, чтобы все, что я умею, все, что я учусь от своего мастера, передать другим генерациям. — Ясно. Ну что ж, удачи Вам в Вашей карьере, в Вашей тренировкой деятельности и достичь именно тех успехов, которые были у Вашего учителя. Спасибо большое, господин Петрович, что пришли в студию, нашли время. Вы на пару дней в Баку приехали из Сербии. Спасибо, что пришли и ответили на вопросы. — Спасибо Вам большое за приглашение. Я надеюсь, что мы скоро увидимся в следующий раз. — Спасибо Вам огромное. Я напомню, что нашим гостем в студии был мастер реального Акидова, президент Международной Федерации Игорь Петрович. Это был специальный выпуск. С Вами был Амин Ахмедов. Всего Вам доброго. Берегите себя и своих близких.